Рамадановский в отсутствии царя должен был заниматься не одним разбором ссоры Скляева с преображенскими солдатами. Тотчас по отъезде Петра в Воронеж по Москве пошли слухи, что начались тайные сборища недовольных. Гонец, отправленный ночью к царю с письмами и дорогими инструментами, был схвачен на каменном мосту и ограблен. Письма нашли на другой день разбросанными по мосту, но инструменты и сам гонец пропали. В конце 1698 года царь возвратился в Москву и на Рождестве тешился одной из любимых своих забав. Переряженный, с большую свитую, на 80 санях ездил славить Христа. Хозяева домов, куда приезжали словильщики, должны были давать им деньги. Богач, князь Черкасский, был щедрее всех, но один купец дал на всю компанию только 12 рублей. Петр рассердился, набрал на улице сотню мужиков и перевел к скупому купцу, который должен был теперь дать каждому мужику по рублю. В январе опять. Десять застенков в Преображенском для оставшихся стрельцов. В феврале снова казни сотнями и опять упражнения самого царя с помощью Плещеева. В конце февраля начали вывозить трупы из Москвы. Более тысячи было вывезено за заставы и там несколько времени лежали кучами, пока, наконец, зарыты в землю. За несколько дней пред казнями был пир у Адама Вейды, но царь сидел погруженный в мрачную дому. Лефорт истощал свою изобретательность, чтобы развлечь его. Великолепный дом, построенный для адмирала на казенные деньги, был отстроен. Назначено было большое торжество для открытия и посвящения этого храма Бахусу. Шутовская процессия тянулась в Лефортов дворец из дома полковника Лимы. Шествовал всешутейший Зотов, украшенный изображениями Бахуса, Купидона и Венеры. А за ним вся компания. Одни несли чаши, наполненные хмельными напитками, другие несли сосуды с курящимися табачными листьями. Стрельцы, бунтовавшие в Торопце и Азове были переказнены. Все остальные московские азовские стрельцы были распущены, их было запрещено принимать в солдаты. Запрещено жить в Москве им и женам их. Но дело не было исключительно стрелецкое. Борьба разгоралась все более и более, и кровь вызывала на новую кровь. Пресбургский король в Преображенском не мог оставаться в бездействии. Когда стрельцов толпами начали сводить в Москву для розысков, то в народе пошел слух, что по них будут стрелять из пушек. Возбудилось сочувствие. И в Преображенское был подан донос на жену Стряпчева, конюха Аксинью, которая говорила своему крепостному человеку Гавриле. «Видишь, он стрельцов не любит». Стал их переводить. Уж он всех их переведет. А Гаврила говорил. «Чего хотеть от бусурмана? Он обусурманился. В среду и пятницу мясо ест. Коли стал стрельцов переводить, переведет и всех. Уж ожидовил и без того жить не может, чтоб в который день крови не пить». Аксинья прибавила с ругательством. Кадашевцев от Покровских ворот до Яуских велел бить кнутом. И как их били, и он за ними сам шел. Аксинью и Гаврилу казнили смертью. Стрелец Петрушка Кривой в Локотской тюрьме кричал. «Ныне нашу братью стрельцов прирубили, а остальных посылают в Сибирь. Только нашей братьи во всех сторонах и в Сибири осталось много. А кто их заставил рубить, и у того голова его чуть на нитке держится? Собрався, все будем на Москве. И самому ему торчать у нас на коле. На Москве зубы у нас есть. Будет у нас и тот в руках, кто нас пытал и вешал». В Преображенском Кривой не запирался и говорил. «Как я из Сибири ушел, и мне было с своей братью, ссылочными и беглыми, и с теми которых в полках, и которые стрельцы из полков написались в города, в посады, с иными видятся. А с иными списываться, за ту свою обиду, и за жилетскую казнь идти к Москве и, учиня бунт, государя и бояр побить». Как обыкновенно бывает, недовольные настоящим искали утешения в будущем. Недовольные Петром обращались с Надеждой к наследнику, царевичу Алексею, который не будет похож на отца. Когда одна партия стрельцов сидела за караулом в Симонове, монастыре, то монастырский конюх Никита Кузьмин говорил им. Стрельцы, которые были в Новоспасском монастыре и которые монастырские служки и крестьяне везли их на пушечный двор, говорили. Не одни стрельцы пропадают, плачут. И царские семена, и стрелецкие жены говорили. Царевна Татьяна Михайловна жаловалась царевичу на боярина Тихона Никитича Стрешнева, что он их, царевин, поморил с голоду. И если б день и монастыри нас кормили, мы бы давно с голоду померли. И царевич ей сказал, дайте мне сроку, и я де их переберу. Стрельчихи говорили. Государь свою царицу послал в Суздаль и везли ее одну, только с постельницей, да с девицей, мимо их стрелецких слобод в худой карете и на худых лошадях. Как постельница из Суздаля приехала? И царевич хватился матери и стал тосковать и плакать. И царевича государь уговаривал, чтоб не плакал. И после государя царевич из хором своих вышел на перила, а за ним вышел Лев Кириллович Нарышкин. И царевич ему говорил, для чего ты за мною гоняешься, никуда не уйду. Намутила на царицу царевна Наталья Алексеевна. Государь царицы говорил, моли ты Бога за того, кто меня от тебя осудил. Государь немец любит, а царевич немец не любит. Приходил к нему немчин и говорил неведомо какие слова. И царевич на том немчине платье сжег и его опалил. Немчин жаловался государю, и тот сказал, для чего ты к нему ходишь? По каместь я жив, по таместь и вы. Кузьмин объявил, что все это он слышал от хлебного дворца стряпчего Василия Костюрина. Стрелецкие казни произвели особенно сильное впечатление на женщин, которые говорили, «Государь с молодых лет бараны рубил, и ныне руку ту натвердил над стрельцами, которого дня государь и князь Федор Юрьевич рамадановские крови изопьют, того дня в те часы они веселы, а которого дня не изопьют, и того дня им и хлеб не естся». Как скоро начало ослабевать впечатление стрелецкого розыска, начались выходки против бритья оборот. Духовенство и в челе его патриарх находились теперь в самом затруднительном положении. Они провозглашали, что брадобритие – есть богоненавистное дело, и вдруг царь своим примером и приказом вводит это богоненавистное дело. Оставалось или продолжать высказывать прежнее мнение, то есть идти против верховной власти, или замолчать. Предпочли, разумеется, последнее, и навлекли на себя сильные укоры со стороны ревнителей отеческих преданий. В июле 1699 года знаменский архимандрит Иоасаф подал следующее извещение. «Был я на погребении у посадского человека у церкви Зачатия в углу, и на том погребении, видя соблазн Ногова Ивашки и с ним других волосеницах, с которыми он по рядам и по церквам ходил, и деньги обманом сбирал, велел его Ивашка Ногова и волосеничника Ивашка Калинина и старца своего Герасима Басова, взять за тот соблазн и посадить в цепь». А Ивашка Ногова велел взять к себе в келью, потому что он безмолвствовал и ни с кем не говорил при многих людях. И стал я ему говорить, что он по рядам и по погребениям ходит и деньги сбирает. И он сказал, «В том, где вины нет, а дают мне ради моей святости, и в том мне будет мзда от Бога, что я брал и раздаю нищим же, и иному бы и не дали, и яде хочу, и не то делать, идти в Преображенское царя обличать, что бороды бреет и с немцами водится, и вера стала немецкая». Я ему сказал, «Проклятый сатана Ногой бес, что ты видел или от ума отошел?» У нас святой патриарх глава и образ Божий носит на себе, а никакого соблазну от него государь не слыхал». Ногой отвечал, «А какой Дион патриарх? Живет из куска, спать бы ему доесть, да бережет, где мантии, да клобука белого, затем Дион и не обличает, а выйдя власти все накупные». Ногой в Преображенском признался, что его зовут не Иваном, а Парамоном. На пытке объявил, что про царя слышал, как читали в прологе в церквах, о патриархе сказал с простого ума, дьявол научил. Сжен огнем и с огня говорил прежние речи. «Приговорен кнуту и ссылке вазов на каторги». Мы видели, что при царе Михаиле табак был запрещен, а в начале царствования Алексея был в употреблении и продавался от казны. Но табак, испытавший повсюду такое сильное сопротивление при своем видении, испытал его и в России. Ревнители отеческих преданий опять вооружились против проклятой неизвестно кем травы и вынудили у правительства самые строгие против нее меры. Петр еще до поездки за границу позволил продажу табаку. Сбор пошлин с этой продажи был отдан торговому человеку гостиной сотни Мартыну Орленку. А потом, будучи в Англии, царь предоставил право исключительной торговли табаком в России Маркизу Кармартену за 20 тысяч фунтов стерлингов, 48 тысяч рублей, с уплатой всей суммы вперед. Это позволение употреблять табак, разумеется, усилило негодование ревнителей отеческих преданий. «Какой ты ныне государь, что пустил такую проклятую табаку в мир?» – говорили они. «Нынешние попы – волки и церкви божьи обругатели, а антидор против нынешней табаки, потому что попы и иных чинов люди табак пьют и принимают антидор». Усиливалась борьба, раздражение с обеих сторон, усиливались выражения неудовольствия на царя и его дела, усиливались доносы и розыски в Преображенском. Но, кроме того, нашлись люди, которые хотели воспользоваться обстоятельствами, и начали являться ложные доносы. Монахи, напившись, поехали ночью по Москве, крича встречным. «Дай дорогу! Убьем!» Навстречу попался царь, который не обратил на них никакого внимания, сказавшее «это пьяные». Но через несколько времени явился донос, что монахи хотели убить государя. Донос шел от монахов же. Нельзя стало строгому игумену смирить безнравственно живущего монаха. Сейчас донос на игумена в непристойных словах или замыслах. Ложных доносчиков наказывали жестоко, но это мало помогало. Дело Авдотьи Нелидовой служит лучшим доказательством, как изобретательны были люди, решавшиеся для собственного спасения тянуть других в Преображенское. В мае 1698 года стольник Петр Волынский бил челом, чтобы взять к розыску и наказать дворовую жены его Авдотью Нелидову, обвиненную в порче. Авдотья в застенке сказала за собою великого государя слова. До Азовского похода, а святой недели и после. К жене Волынского Авдотьи Федоровне, когда она еще была вдовою после князя Ивана Никитича Засекина, приезжала в дом сверху комнатная девка Жукова, да с нею приезжал певчий Василий Иванов. Присылала Анну из девичья монастыря царевна Софья Алексеевна, говорить вдове Авдотьи. «О чем тебе царевна прежде приказывала сходить в Преображенское, ходила ли ты или нет?» И Авдотья Анне сказала, «Была я в Преображенском и вынула землю из-под следа государева, и эту землю отдала для состава крестьянской женки Федора Петровича Салтыкова, Феоне Семеновой, чтоб сделала отраву у себя в доме, чем известь государя насмерть». Спустя дня три приехала опять Жукова и спрашивала Авдотью, «Куда ты делала отравное зелье?» Та отвечала, «Ходила я в Марину рощу с этим составом и не улучшила времени, чтоб вылить его из кувшина в ступню государеву». Состав этот Авдотья Нелидовой показывала, красен точно кровь, причем говорила, «Если б не удалось вылить его в ступню, то государь не жил бы и трех часов». Она же, вдова Авдотья, была в гостях у дьяка Лукина и, возвратясь, говорила Нелидовой, «Не знала я, что государь будет у дьяка, а если б знала, то взяла бы зелье с собою». Нелидова стала ей говорить, «За что ты на великого государя такое злое дело помышляешь?» И когда приехали к овдове братья Ваейковой, также родной брат ее Василий, Головленков, то Нелидова всем им троим рассказала про замыслы боярыни, и Головленков после того не ездил недель с тридцать к сестре. Боярыня рассердилась на Нелидову и сослала ее в рязкую вотчину, приказав утопить в реке. Женка Феона, взятая в Преображенское, объявила, что лечит разные болезни разными зельями, но лечит простотою своею, без наговоров. Бывала и у княгини Авдотьи Засейкиной, лечила ее от лихорадки, а от равного зелья для нее никакого не составляла. «Я человек добрый», — говорила Феона, «за худым делом не хожу». А Дунька Нелидова, ведомая воровка, испортила кликотнею болезнью двух женок да двух девок из дворни княгиня Засекиной, да ученицу свою, которая выучилась шить лучше ее. Хотела и боярыню свою испортить, в чем и винилась и сослана в дальнюю вотчину. Нелидова говорила прежние речи, прибавила, что люди Засейкиной, которым велено было посадить ее в воду, пожалели и присоветовали бежать. Она бежала, была поймана и отдана к розыску в порче. Все оговоренные Нелидовую показали, что она их поклепала. Авдотья Волынская объявила только, что Жукова езжала к ней часто, потому что она ей своя. Но Нелидова и на пытке говорила прежние речи и прибавила, что Фиона сделала еще состав для Головленкова, чтобы ему любиться с царевной Марфой Алексеевной. Фиона с пытки не признавалась. Наконец, Нелидова со второго подъема объявила, что всех поклепала. Не обошлось в описываемое время и без самозванства. В сковских местах ездил человек, который называл себя Преображенского полка капитаном Петром Алексеевым и обирал легковерных. Дела увеличились в Преображенском, но кроме розыска этих политических преступлений, Пресбургский король упражнялся постоянно в розысках по разбойным делам. Не должно забывать, что мы имеем дело с юным обществом, где правительство ведет войну с разбойниками, от которых нет житья мирным гражданам. В таких обществах герои, истребители разбойников, ставятся высоко. И насчет этой деятельности князя Федора Юрьевича Рамадановского нет упреков. И сам он гордится своей кровавой деятельностью. В Голландию к Петру приехал из Москвы один из компаний, знаменитый Яков Брюс, с ранами от обжоги, и сказал, что князь Рамадановский обжег его на Перу под влиянием Хмельницкого. Царь по этому случаю написал Рамадановскому «Зверь! Долго ли тебе людей жечь? И сюда раненые от вас приехали. Перестань знаться с Ивашкою. Быть от него рожей дранной». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова